Если они сразу предлагали хоть какую-то голубятню или там чего, я не знаю, то в этот раз они не предлагали ничего. Это был день пятницы, и вот я первый раз на камеру всем говорю, что я в этот момент пережила. Что я чувствовала, мне за вот это, когда я вышла из этого суда, я не понимала, как мне дальше быть, куда мне ехать, где жить, что делать с ребенком восьмилетним, дочка ходила в первый класс. И я перешла, вот кто глубоко живет, они знают очень хорошо глубокое, и я перешла через эту площадь, подошла к консервному заводу, там было очень раковальное, оно и теперь есть, но теперь его почистили, там все сделали очень красиво, молодцы. А тогда это было просто болото с пленкой, с картонкой из консервного завода, все, что там было. И я решила, что, значит, отец, ну какой-никакой, ну заберет дочку, а я... И я пришла к этому озеру, и думаю, утоплюсь, и все будет закончено, больше пускай забирают эту квартиру. Ну, в какой-то момент, вот бывает, что-то случается, я не знаю, я подошла и увидела вот эту вот тину, вот эту зеленую воду, вот эту грязь, вот это все. И там эта солярка такая сизая, вот этот край, весь эта мазуть в солярке, потому что все с консервного завода, вся туда, все туда шлевалось, тогда ж не было ничего, не смотрели и не берегли природу, что и теперь происходит. И тут сквер, и как раз клены, и нападали вот эти листья, красивые, желтые. И в какой-то момент я сама себе сказала, нет, нет, я почему должна плавать в этой тени зеленой, я буду жить. Я пошла, набрала вот этих золотых листьев, красных и желтых, и зеленых, кленовых, и перешла обратно через дорогу. По дороге я забрала свою девочку, Олечку, из музыкальной школы. А теща вот этого Дягилева, она работала, сидела там у входа в музыкальной школе, и она уже знала про этот вопрос. И она такая подошла ко мне, руки сложила и говорит, ну вы знаете, вы же на него не обижайтесь, ему же сказали так сделать. У него же дети. Ну, на что я ответила, что конечно же у него же дети, а у меня же щенок. И я пошла, я вам рассказываю честно, искренне. Я возле костела зашла в продуктовый магазин, купила шампанское, коньяк, водку, купила фрукты, купила рыбу, купила колбасу, купила все и пошла домой. И пригласила своих подруг. И вот вам честно говорю, мы до 4 часов утра гуляли, последнее мое прощание. Я уже решила, что я оставлю им квартиру, я куда-нибудь уеду в деревню, буду там работать и будем жить. Но все бывает как-то не так. Значит, это была пятница, с пятницы на субботу, суббота воскрешение прошло. В понедельник я пошла на работу и работала на мясокомбинате. Отработала я часа полтора, наверное. И за мной прибегает из проходной сторож, мужчина, уже не помню, как его звали. И говорит, что за тобой приехала машина из прокуратуры, тебе срочно надо ехать к прокурору. Ну, я думаю, еще что-то случилось, значит, уже тут я даже не знаю, что мне и думать. Я говорю, я хочу переоденуться, но мне леяли даже не переодеваться. Сказал, быстрее, быстрее, там тебя ждут. Я в этих рабочих сапогах, в этом халате серо-белом, и даже на голове этот колпак у меня был, и в этом вот сапогах таких резиновых. И я поехала к прокурору в этой машине. Везли меня в такой машине, в которой вот перевозят преступников. Я пришла к прокурору скипскому, и он, когда увидел меня в этом одеянии, он просто пришел в ужас, сказал, что случилось, почему вы не переоделись? Я сказала, что мне велели так, бегом бежать, потому что тут что-то страшное. Он сказал, страшного ничего нет, пишите касационную жалобу в областной суд. И я написала, я спросила, я не знаю, это ж надо идти к адвокатам, он сказал, никуда не надо ходить, пишите своими словами, вы женщина умная. Пишите все, как было, когда получали, когда выходила замуж, сколько лет прожила, где жили, когда получили квартиру, все пишите. И я так написала на трех листах, вот в клеточку, так вот сверху вниз, написала все, описала все, и отправили мы, это касационную жалобу эту мою в Витебск. Витебский суд принял решение об отмене районного суда, что это неправильное совершенно решение, потому что ничего не было, никаких не было, скажем так, причин, чтобы отнимать у меня квартиру. Так я это к тому, что это вот хорошо, что я имела такой характер, что я не сдавалась, что я писала, я ходила, и я все время себе говорила, ничего, что я одна, ничего, а у меня я действительно была одна. Я приходила в суд, а приходило 17 человек-свидетелей, я не знаю, что они свидетельствовали, это были в основном работники СПТУ. Ну и каким-то странным образом, я не знаю, я их не проклинала, я их плохого не желала, но они ушли из жизни. Все наказаны, все, кто вот был причастен к этому делу, к моему, все наказаны тем или иным образом. Но это не моя вина, я не радуюсь, потому что беда, она для всех людей беда. Но все дело в том, что всем скопом наварились на меня, я действительно была одна, у меня там не было родни, я родом из Могилевской области, поэтому муж мой, конечно, был на стороне всей этой своры, я не знаю, даже он хотел у меня отнимать эту квартиру или нет, но мне кажется, что это все под мудрым руководством жука. Жука тоже нет, пусть покоится с миром. Вот, я вам рассказала только маленькую часть того, что со мной случилось. А потом я вот это, пропущу этот отрезок времени, и в 93-м году мы с дочкой поехали в санаторий под Минск, и там я встретила человека, который приехал работать после окончания высшей партийной школы Питера в Минск работать в совет министров. Но все дело в том, что тут своих хватало министров, во-первых. Во-вторых, этот человек, конечно, он был, он есть, дай Бог ему здоровья, пусть живет долго и счастливо, поскольку он является отцом моего сына любимого. Вот, и я таким образом вышла замуж второй раз. Но этот замуж оказался только 14 декабря, мы расписались с ним, а 24 декабря 93-го года он поехал в Минск на свадьбу, и, оказывается, у него таких жен, как я, было очень много в каждом городе, в каждом сиренье. И он жил так, как он хотел, как он считал нужным, и он все время говорил, на мой век дурных бак хватит. И в том числе, и в том ряду оказалась вот я, одна из тех глупых женщин, которая повелась на крючок того, что порой мужикам, не порой, а если мужчина приходит к тебе со своими проблемами, не надо их решать. Это значит, не наш, не твой мужчина. Пусть он их решает сам. Если он не может свои проблемы решить, он никогда не решит ваши проблемы. Сразу говорите этому человеку, доброму, нет. И пускай он едет дальше и ищет. Но я, я человек разный, я бываю, но я готова каждому искренне помочь. И вот за свою помощь, за свою доброту я получила то, что я получила. И таким образом я забеременела очень быстро. Значит, это было 2 марта, у меня 2 марта день рождения. Он все-таки приехал из Минска на мое день рождения. И когда я ему сказала, что я беременная, он держал в руках шариковую ручку, он ее смял в порошок от злости. И вот то, что у него осталось в руке, он бросил мне в лицо. И сказал, чтобы я сделала аборт. Но мне уже было 36 лет. И я понимала, что этого делать не надо. И я понимала, что отца этого ребенка, который был бы рядом и воспитывал его, уже нет. Даже у не родившего же ребенка, отец уже отдаляется. Он не хотел рождения этого парня. Ну, мы не знали, кто там. Но он не хотел. Это он не скрывал, и он так говорил. И он исчез. Он исчез из моей жизни. Мальчика я родила в 94-м году, 10-го сентября. А он приехал, уже сыну моему, Рустаму, был месяц. Тогда он приехал к нам, ну, как бы нас навестить. И его хватило на трое суток. Он встал однажды так, утром на третьи сутки, и сказал, что я так жить не могу. Он орет, и я хочу спать, отдыхать. А тут только крик. Но это была причина. И он снова уехал, уезжал, приезжал, уезжал, приезжал. Конечно, это скандалы, это нервотрепка. И так продолжалось на протяжении 13 лет. И оно бы продолжалось, наверное, вечно и бесконечно. Пока бы, наверное, может быть, со мной что-то случилось. И одна беда не ходит. Не ходит. В нашу дверь, в мою семью, пришла новая беда.